Дорогие друзья, чем ближе год кино, тем больше событий в этой области происходят в Петербурге. Киностудия «Люнфим» счастлива, что здесь, в Старой Чуде, на фабрике России, проходит замечательная выставка, посвященная вот этому удивительному чуду, чуду технологии, которая возникла из небытия послевоенные годы и снималась во многих, многих итальянских, не только итальянских картинах. Я хочу сказать, что «Мотороллер Уэспа» позволил объединить таких разных людей, как Гут Альяцци, Рената Сенваторе, Одри Хэббер, как Джон Уэйн, как, я не знаю, кто еще. Вот вы видите всех здесь красавцев. И даже Джадо Каббена. Это не случайно. За моей спиной находятся вот эти «Мотороллеры», которые похожи на красивых итальянских женщин. Они так же красиво одеты, они так же красиво расписаны, у них макияж. И на них еще можно ездить, прижав девушку к себе. Я хочу сказать, что фестиваль итальянского кино, который проходит в киностудии «Фильм» и первая картина «Аля Дольче Вита», которую мы увидим спустя какое-то время, это знак того, что итальянское кино очень близко российскому кино. Я помню, как по этим лестницам поднималась Сильвана Памбанини, как здесь был Курго Таньяци, Клаудио Кардинали. Можно было встретить в коридоре, например, кто играет спрута, вспомните? Микеле Плачино, совершенно верно, он тоже был здесь. Все лучшие итальянские звезды ходили в киностудию. Мы в кинофильме снимались в этих картинах и представляли их здесь. Поэтому я хочу передать этот микрофон генеральному консулу Италии Леонардо Минручисто. Спасибо, спасибо за то, что вы пришли здесь сегодня. Я очень рад приветствовать вас на открытии этой выставки, организованной Итальянской Министерской Культуры. Веспа была создана 70 лет назад, после Второй Мировой войны. И она сразу стала не только следствием передвижения, но символ Италии, символ экономического развития этих годов, 50-60-х годов. И не только, я очень хорошо помню, это было очень важно для миллионов людей, и особенно для молодежи. Это был символ свободы. И когда подростки, когда им было 14 лет, они мечтали получить Веспа, Веспа 50 от родителей, Веспа 50. А потом, когда им было 16 лет, они хотели Веспа 125, Веспа 125. И мы все мечтали. Это было... Даже трудно объяснить, что Веспа значит для нас. Для нас это символ Италии, символ свободы, символ итальянского дизайна. И поэтому я очень рад, что мы организовали эту виставу. И есть много интересных картин и фильмы, которые будут показаны на днях. И поэтому мы очень рады. Но я хочу сказать еще, помнить, что если я посвозь, есть еще очень интересная виставка, потому что я знаю, есть здесь, конечно, немало поклонников кино, итальянского кино. Есть еще очень интересная виставка, посвященная Федлине в музее Иерарта, которая открыла на прошлой неделе. Я приглашаю вас посетить. И хочу тоже помнить, что мы организуем три кинофестиваля каждый год. Большое спасибо, конечно, Ленфиму за то, что вы нам дали возможность организовать эту виставку здесь. Для нас очень важно сотрудничество с вами. И, как вы сказали, в рамках кинофестиваля, который мы организуем, мы показываем фильмы здесь. И в конце октября будет еще кинофестивал, итальянский кинофестивал, который открывается 24-го, и тогда там будет еще много интересных фильмов. Значит, для нас кино – это приоритет, и не только кино, культура итальянского, современной Италии. Большое спасибо. Дорогие друзья, я хочу напомнить вам, что еще один итальянский артефакт стал героем российского фильма. Это картина Никиты Михалкова «Автостоп», где главный герой была машина «Фиат». Помните? «Фиат» был самой популярной машиной в Советском Союзе, и она могла ездить и по нашим дорогам, и тоже там гадались красивые девушки в этой автомашине. Но «Веспа» она ассоциируется для меня лично с Одри Хевберн, как они коллеги гоняют по Риму на этом моторолле, с Грегори Пэком. Это замечательная картина. А сейчас я хочу предоставить слово Рената Мафетонна, директору итальянского культурного центра в Церковье. Рената Мафетонна, wichtigen Quattro фильм и не представляют «Мафетонна Фиат» и, конечно же, Александр Прозняков, который, по-моему, сегодня известен кинопитик, который, по-моему, проздравить и рассказать об этой выступке. И, конечно же, благодаря и подобируя работали И все сотрудники этого фильма, которые помогли с монтажом выступить сегодня, трудились везде? И также, Серена Колетто, Татьяна Сяковска и Екатерина Карандаева и мои коллаборатори, которые работали очень в том, что они работали очень в том, что они работали в этом году. И также, садрони к итальянскому институту культуры, Серена Колетто, Татьяна Карандаева и Татьяна Чайковская, и в следующем году он говорил. Итак, у Консула говорит все вещи, которые я не повторяю, но не повторяю, но он ответил, что они основные вещи в этом году, и почему мы сделали это, и что мы хотели бы представить. Господин Генеральный консул уже рассказал вам основные вещи по этому проекту, и почему именно мы так хотели его представить. Это, который мы открываем сегодня вечером, который состоит из вот этих фотографий и которые повесены на сцене, и две авторские везпы, которые привезли сюда, а также включает себя кинофакаты, которые пройдут в течение последующих дней здесь. Вы привезли все это, чтобы рассказать об итальянской легенде. И мы хотели бы рассказать именно о легенде везпы и о ее создателе. Это не по пиангу и парадику Досканю, которые создали в предыдущем старшей легенде. Поприо ой, в своем журнале экономико-итальянском «Соле 24 часа» я читал, что была создана первая везпа электрическая, которая не будет больше в бензин, а будет больше в ионах. Поэтому мы скажем, что везпы продолжает реноваться, в основном инновации продолжает быть в авангардии. Буквально сегодня утром в экономическом журнале я прочла, что выпускают новую везпу, которая будет полностью электрической, то есть она на лизионных батарейках, везпы электрика, и таким образом везпы продолжает свою новую деятельность. Конечно, везпы не нужны для нашей публики, и ни для наших объектов не нужны для публики, ни для того, чтобы сделать публики на рынке, ни для того, что не нужны для нашей помощи. Везпы, везпы больше продавших в мире, мы создали 150 изделия. Наши задачи было бы рассказать, через везпы, историю Италии, и для итальянского стены. Для нас открытие этой выставки не означает какую-то рекламную кампанию везпы, которая, кроме прочего, не нуждается рекламы в мире, и везпы сразу продавали новые батароны. Но мы бы хотели рассказать через везпы, историю Италии и историю Италии. И фильмы, которые вы видите, здесь представлены кадры, они рассказывают историю Италии. Вы можете видеть здесь 9-20, и мы выбрали 4 фильмы, и в них около 50 итальянских фильмов. Сегодня, в 19.30 году, в 19.30 году, в 19.30 году, в фильме «Слабкая жизнь», вы видите, вставленные версии. В 13.11.19.30, «Кародиани» и «Нанни Моретти». В 13.11.19.30, «Дорогой Нивни» и «Нанни Моретти», еще один фильм 1993 года. «Дорогой Нивни» и в 19.30, «Дорогой Нивни» и «Дорогой Нивни» и «Дорогой Нивни» И так же, в третьем этаже, вы можете посмотреть еще видео, небольшие ролики, которые готовы в Институт Луше. И так же, как 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 в Институт Луше.